Казалось бы, что наша планета заселена практически на 100%, однако это далеко не так. Существует порядка 10 удивительных мест, где человека последний раз видели 200, а то и 300 лет назад. При этом остались и такие участки суши, куда люди вообще ни разу не приезжали. С вами канал ТОП ФАКЦИ, и сегодня мы отправимся с вами в удивительное путешествие. И увидим самые изолированные места, до которых порой просто невозможно добраться даже на самолете. Если готовы, то присаживайтесь поудобнее и приятного всем просмотра. Но я приначале напомню, что вы прямо сейчас можете подписаться на канал ТОП ФАКЦИ и врубить колокольчик, чтобы никогда не пропускать выход наших новых видео. Погнали! Мыс Йорк Самая северная точка Австралии представляет собой небольшой мыс с населением 0 человек на 1 квадратный километр. Это связано с его удаленностью от цивилизации, ведь никто не захочет каждый день ездить на работу в ближайший город Кернс. Путь занимает целых 28 часов, при том условии, что у человека есть полноприводный внедорожник, так как дорога пролегает по очень непростому маршруту. Также Йорк является излюбленным местом крокодилов, которые выбрали этот живописный мыс местом своего размножения. Горы Намули Человек уже давно покоряет самую высокую вершину мира Эверест, однако до сих пор не смог одолеть одну маленькую горку в экзотическом и вечно жарком Мозамбике. Там находятся так называемые скалы Намули, которые обладают просто невероятной формой. Кажется, что ежегодно их режут сотни ножей, оставляя глубокие порезы на каменном теле. Существует несколько тысяч фотографий этих загадочных мест, однако еще ни один человек в мире не смог пройти этот маршрут до самого конца. Даже самое современное снаряжение не справляется с ответственными склонами. Поэтому даже в 21 веке Намули остается неприступной крепостью, куда еще никогда не ступала нога человека. Где живут самые суровые люди? Правильно, в России. На севере необъятной страны есть поселение Аймекон с населением всего в 400 человек. Вроде бы как неплохо, но только погодные условия там хуже, чем на Марсе. Вот я серьезно. Если летом столбик термометра показывает плюс 20, то зимой температура опускается до минус 70 градусов. Добавим сюда постоянные ветра и высоту над уровнем моря в 745 метров и удаленность от крупного города. И получим почти изолированное место, которое было названо ООН, самым суровым местом на планете, где проживает постоянное население. Долина Джавари. Из вечно холодной России перенесемся в Бразилию. Густые тропические леса, кишащие ядовитыми змеями долгое время, отпугивают людей от долины Джавари. Это уникальное место на нашей планете таит в себе множество тайн. Например, куда исчезла группа ученых, которая в 60-х годах отправилась на разведку этого тревожного места. Сложный рельеф, опасные животные и полное отсутствие связи с внешним миром сделали из Джавари огромное черное пятно на карте неизведанных территорий. На данный момент уже готовится экспедиция, которая должна пролить свет на это место, где уже несколько тысяч лет полностью правит флора и фауна. Северный Сентенельский остров. Думаю, что многие из вас уже о нем слышали, но я не мог об этом не рассказать. На нашей планете по всем законам логики уже не должно было остаться каких-то островов, которые не были бы исхожены вдоль и поперек. Однако, северные Сентенеллы до сих пор не покорены цивилизацией. Этот небольшой клочок суши рядом с Индией полностью в руках дикого климата, который очень не любят чужаков. Помимо полной отреченности от внешнего мира, на северном Сентенельском острове могут находиться древние формы заболеваний, которые затаились там в ожидании своего часа. И нет, этот остров не является необитаемым. Просто там живут не люди, а самые настоящие звери, которые поедают своих детей, не имеют четкого языка и поклоняются злым духам. Поэтому, проплывая на кораблях, можно заметить, как на берег выходят местные жители, готовые в любой момент атаковать чужаков. Ученые и путешественники обходят это место стороной, поэтому официальных высадок на северный Сентенельский остров на момент записи этого видео зафиксировано не было. Остров Питкерн Еще один остров, правда на этот раз вполне себе безобидный. Если до северного Сентенельского добраться не особо трудно, то до Питкерна почти невозможно. Все дело в том, что он расположен в открытом океане на расстоянии в 5500 километров от Новой Зеландии. Ирония состоит в том, что долететь до него просто невозможно, а единственный морской путь на быстроходном катере занимает порядка 30 часов. И несмотря на эти, казалось бы, трудности, там проживает 50 человек, которые каждый день занимаются различными делами от рыбалки и до выращивания полезных сельскохозяйственных культур. Пещера Шон Донг Вьетнам – это удивительная страна, в которой находится пещера Шон Донг. В это место проникает абсолютно все – лучи света, пыль, вода, но только не человек. Несколько тысяч лет назад часть горных пород обвалилась, образовав небольшую комнату. Каково же было удивление исследователей, когда они обнаружили под завалом растения, деревья и даже до этого неизвестных насекомых. Под грудой камней и пыли образовался свой маленький мир, который питает только небольшое отверстие, дающее доступ к кислороду. Конечно, туда можно было бы и проникнуть, однако пока что от этой идеи люди отказались, дабы не нарушать тонкое равновесие, установившееся в этом волшебном прекрасном месте. Мыс Мелвил Жара и холод, дожди и грозы, порывистый ветер и град – вот лишь небольшой список того, с чем придется столкнуться человеку, который решится оставить свой след на вершине мыса Мелвил. Настоящий ад на земле расположен близ крупного австралийского городка Брисбен, но даже несмотря на это он до сих пор остается в полной изоляции. Но, во-первых, добраться туда пешком просто невозможно, ведь густые джунгли с опасными хищниками сведут любого с ума. А во-вторых, вертолеты. Казалось бы, да, можно долететь, но постоянные молнии и воздушные вихри просто не смогут вам дать этого сделать. В общем, если захотите покорить мыс Мелвил, то запаситесь терпением, но обязательно досмотрите это видео до самого конца. Идем дальше. Острова, на которых царит злой Рок, находится в Тихом океане. Туда не ходят корабли, не летают самолеты, а экскурсии попросту опасно проводить для вашей же жизни. Они со всех сторон окружены водой, где царит мощное подводное течение. Также на Рок Айлендс наверняка обитают различные опасные животные. Хорошо, просто представьте комара размером с собаку. Острова полностью изолированы от окружающего мира. Там царят свои порядки и законы. Поэтому не удивляйтесь, что побывав там, вы откроете совершенно новый для себя мир. Однако попасть туда, как понимаете, практически, вообще практически невозможно. Представители ООН не раз обсуждали возможность отправки туда военного корпуса, однако пока что от этой идеи решили напрочь отказаться. Вы когда-нибудь что-то слышали о каменных лесах Мадагаскара? Туда никогда не ступала нога человека, ведь Цинге Деби Мараха занимает просто необъятнейшую территорию. Помимо невероятно крутых вершин, под ними находятся огромнейшие пещеры, уходя в глубину на упомрачительные 120 метров. Путешествия в каменный лес осложняют постоянные муссонные дожди, которые на протяжении тысячи лет точат эти камни. Они не только придают им уникальную форму, но и подмывают основания, поэтому деревья в этом загадочном лесу имеют привычку падать в самый неподходящий момент. Так, ну вроде ничего не... А стоп! Дикие животные тоже дополняют картинку этого опасного места, поэтому неудивительно, что еще ни один человек на нашей планете так и не добрался до Цинге Деби Мараха. Ну, по крайней мере, в живых. Номер 2. Гангхар Пуенцу Около 500 человек будут вас встречать во время подъема на вершину горы Гангхар Пуенцу. Правда, они ничем не смогут вам помочь. Погромная скала в данный момент считается самой северной, самой опасной и самой желанной вершиной для покорения. На данный момент еще ни один человек на земле не смог подняться на ее пик и оставить там свой флаг. Но неужели она настолько высока? 7,5 километров вверх по заснеженным склонам, где скорость ветра достигает 200 километров в час. Каждый год энтузиасты пытаются забраться туда в одиночку и группами, однако пока что все эти попытки не увенчались никаким успехом. В 2023 году планируется масштабный подъем с использованием самых передовых технологий. Ну а пока что вершина Гангхар Пуенцум остается тем местом, куда никогда не ступала нога человека. Номер один. Тибетское Нагорье. 8 апреля 2009 года исследователи из Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии совместили ряд карт, чтобы создать совершенно новую карту с указанием самых удаленных мест на Земле. Карта была сделана на основании модели, которая подсчитала, как долго ехать до ближайшего города с населением от 50 тысяч человек по воде или по суше. Согласно этой карте, Тибетское Нагорье это самое глухое и удаленное место на всей нашей планете. Из его центра до ближайших крупных городов, Лхасы или Корлы, добираться придется почти целых три недели. Причем самое интересное, что на машине это всего один день, после чего придется пройтись пешочком еще где-то 20 суток. Так что, думаю, вы понимаете, почему Тибетское Нагорье считается самым удаленным и изолированным местом на нашей планете. Так, друзья, на этом сегодня все. Если вам понравилось это видео, то, пожалуйста, подпишитесь на канал, поставьте лайк или дизлайк и не забудьте поделиться этим видео со своими друзьями. Ну и также не забудьте написать парочку абсолютно любых комментариев, чтобы хоть как-то поддержать наш канал в это непростое время. Субтитры создавал DimaTorzok